На видео, как может показаться, обычные веселые старты, которых с началом учебного года проводится масса. Но только для их участников они звучат по-другому. Вот так. Этот день стал необычным для воспитанников школы-интерната номер 3 «Магнитогорска». Здесь обучаются ребята с нарушениями органов речи и слуха. В гости к ним пришел защитник «Металлурга» Михаил Пашнин. Обычно это под Новый год мы участвуем постоянно в благотворительных акциях. Здесь, конечно, здорово, что мы в середине сезона выбрались даже в начале. Надо почаще делать, ребятам радость приносить. Пусть приходят к нам, болеют за нас, заряжаются новыми эмоциями. Михаил, как и многие игроки «Металлурга», регулярно принимают участие в благотворительных акциях. Идея посетить школу-интернат для слабослышащих детей была командной. И, конечно, главной составляющей этого визита стал спорт. Для ребят были организованы эстафеты, главным судьей которых выступил Михаил. А хоккейные элементы Пашнин даже продемонстрировал лично. Ну, это в любом случае надо. Это помимо того, что ты играешь в хоккей, ты должен что-то отдавать. Поэтому, в принципе, большинство людей это делает. Просто, может, кто-то сильно афиширует. Здесь просто мы решили, как команда от команды. С детьми провели время здорово. Эстафеты провели, пригласили на матч. Разумеется, в этих соревнованиях победила дружба. А еще желание жить обычной жизнью, испытывать яркие эмоции и делиться ими с окружающими. Михаил признался, это взаимный процесс. По окончании мини-соревнований все их участники и не только получили от «Металлурга» билеты на хоккей на ближайший матч с «Омским авангардом». Игроки на льду будут чувствовать поддержку своих маленьких болельщиков, которых ждет незабываемое приключение. Сто процентов обмен эмоциями. Дети довольны, это вишка, они улыбаются, радостны. Это же здорово. Ну и как бы пожелание ребятам принимать участие? Да, только здоровья, побольше улыбок. Редактор субтитров А.Семкин